Итак, мне сказали, Алексей, покажи, пожалуйста, что ты реально умеешь делать. Покажи, пожалуйста, детально, как ты это делаешь. И скажи, пожалуйста, что ты этим делом решил заниматься. То есть это и есть хобби. Что такое хобби? Для меня, конечно, много хобби уже появилось. Часть из них это мои камеры, часть из них это телевидение, часть из них самолеты, настоящие, летающие, радиоуправляемые. Часть из них, наконец-таки, машины разные, естественно. Есть машины чуть-чуть больше, чем они были в моей жизни. В моей жизни мы говорили о небольшом размере, 1 к 43. Я потом вам покажу, это отдельный вариант, будет вы поймете, о чем вы не пречи. И самое главное, что в детстве я очень сильно занимался и самолетами, я их собирал, и вот эти модели, стендовые модели, я также этими вещами занимался. Но возникает вопрос, рано или раньше мы использовали в основном модели, сделанные в Советском Союзе. Они не всегда были красивые, иногда приходилось поработать с ними, но тем не менее результат был неплохим. Сегодня и сейчас, конечно, вот эти модели, которые я вам показываю, это модели из разряда 1 к 72. Я их раньше собирал, у меня их было примерно 50 штук. К сожалению, я пока еще... Хотя сегодня и сейчас, да, у меня уже есть различных моделей самолетов, от 1 к 144 до 1 к 48, и есть еще 1 к 32. Вот, примерно из той же оперы. Вот, мы собрали примерно тот же комплект, который был до этого. Но сегодня и сейчас у дяди Леши другие хобби появились. Это, естественно, такие самолеты, это, естественно, радиоуправляемые самолеты. Дай бог, я куплю себе настоящий самолет, это будет чуть-чуть позже, естественно, и, может быть, не здесь. Вот, я занимаюсь также телевидением. Телевидение для меня сейчас это реальное хобби. Вот, я собираю машины, и большие машины, и маленькие. Ну, а что вы хотите? Это обыкновенное хобби. Кроме всего прочего, у меня еще есть охота. Ну, я такой хоббист, естественно. И почему я решился уйти от работы, которая у меня недавно была? Потому что один нехороший человек мне сказал, либо он, либо самолет. Я сказал, что, ну, во-первых, я ему объяснил, что нехороший человек. Я тут не бесконечен, естественно, еще через 6 месяцев я отсюда уйду. Но он немножко по-другому решил. Я сказал, что, господин мой, мне гораздо интереснее мои самолеты, чем я буду на твое лицо обращать внимание. Я быстренько-быстренько ушел. Что касаемо этих самолетов, да, то есть это восточно-германские самолеты в свое время. Мы их имели. У меня их было, естественно, некоторое количество, не полностью, естественно. Я, конечно, хочу их возвращать на круги своя. Но, тем не менее, я бы мог их купить сегодня. Сегодня, сейчас они начали переделываться. Но, опять же, финансовая составляющая. Мне пришлось купить бэушные модели самолетов и их малость переделывать. Что касаемо этих бэушных моделей самолетов. То есть, ну, это не сильно дорогой вариант, естественно, но пришлось поработать очень-очень сильно. Мы будем говорить о вот этой модели самолетов. То бишь, она была чуть-чуть раньше, она была в идеальном состоянии. Ну, практически в идеальном состоянии. Кое-что пришлось переделать. Я ее решил перекрасить в... Кстати, в свое время КНР поставляли наш B6. Вот они были ровно такими. Ну, переделаны, естественно. То есть, первоначально у них двигатели были такие же, роторные. А потом уже турбореактивные двигатели возникли. После этого, через некоторое время, естественно, мне пришлось купить вот такую модель. Естественно, что там получилось. Давайте все-таки определимся, как ее раньше собирали. То бишь, если эту еще более-менее нормально собирали, то эта была сделана, собрана из эпоксидной композиции. Наша древняя эпоксидная композиция была такого цвета, ну, как бы сказать, серого. Серо-красного цвета, такой своеобразный цвет был. И все иллюминаторы, вот эти все иллюминаторы были в этой краске. Мне пришлось очень-очень долго их обрабатывать, чтобы я убрал эту краску. Естественно, я после этого заполировал их. Да-да-да-да-да. Посмотрите, сколько времени пришлось. Самое забавное, что вот на этом самолете все было сделано немножко по-другому. Да-да-да-да. То бишь, крылья были переделаны естественно. И обратные, получается, крылучайки. Понимаете? Не вот это крылучайки, а вот такой крылучайки. Вот, естественно, вот эти боковые штучки для опирания самолета, потому что самолет же все-таки, мы говорим, он был предназначен для взлета только с воды, они немножко были по-другому сделаны. Все дело мне пришлось переделать отдельно. Мало того, пришли вот такие штучки, да, с этими двигателями тоже пришлось поработать реально. То бишь, они были немножко совсем все по-другому, естественно. То есть, пришлось переделывать в обратную сторону, так как должно было быть, и приподнимать, и разворачивать, естественно. Вы там не представляете, какие там были лопасти. Лопасти там не было. Там было просто капец. Вот, обратная штучка, вот с этой стороны, я вам реально покажу. То бишь, ну, не буду демонстрировать, чтобы было понятно, да. Мне, конечно, не пришлось с ней ничего делать, потому что это было реально очень сложно. Поэтому мне пришлось сделать другой вариант. То бишь, у нас P6 были с немножко другим обозначением, и у них сзади уже, это в оконцовке, естественно, перед тем, как его сделали B14. B14, это тоже самый вариант, просто переделанный и сделаны дополнительные шасси. То есть, B14, он может залетать как с воды, так и с аэродрома. Здесь нет, только такие были. То бишь, я его, естественно, переделал. И давайте все-таки решим вопрос. То есть, вот эти, как бы, моторы стояли на этой технике. Я переделал их, поставил сюда. А вот на эту технику, дело в том, что в свое время в Китае, в Китае очень хорошее, мы многое продали этих самолетов, они практически до последнего времени у них служили. Вот, и они сделали турбовинтовые двигатели. Да-да-да-да. Вот всю эту турбину, всю эту турбину, переточив, то бишь, убрав то, что не нужно было, они сами немножко по-другому были, отдельно сделав вход сверху, отдельно сделав каждый винт, естественно. Это я все делал своими руками. То есть, ну, понятно, да, кто постарался. То бишь, по сути событий, это было ничто. Но в итоге получился грамотный результат. Потому что, в принципе, я это и стараюсь сделать. То бишь, когда вы смотрите мои телевизионные программы, вы должны понимать, что я на 95% доволен своим результатом. На 95%. На 100% было очень-очень редко, поверьте мне. Я-то уже знаю, о чем идет речь.